Всем привет! Меня зовут Константин. Приветствую всех на моем канале. Не так давно я показывал видео, в котором собирал вот эти самодельные компьютерные колонки. В качестве корпусов для этих колонок я использовал соединители для вентиляционной системы, которые продаются в каждом строительном магазине, а также динамики от старого телевизора и в качестве усилителя использовал усилитель из кит набора, приобретенный на Алиэкспресс. Но поскольку недавно у меня появился 3d принтер, я решил переделать эти колонки и распечатать недостающие части на 3d принтере. Сейчас я покажу детали, которые я распечатал, после чего соберу колонки и посмотрим, что же у меня теперь получится. В программе компас 3d я разработал необходимые части для изготовления своих колонок. Это передняя часть, на которой будет крепиться динамик, а также два варианта задней части колонок. Одна будет закрывать просто пассивную колонку, а в другую будет крепиться усилитель. Сейчас я распечатаю колонки на 3d принтере и мы посмотрим, как они выглядят. Необходимые части распечатаны. Вот так выглядит передняя часть. Здесь есть необходимые стоечки для крепления динамиков. Я буду использовать вот такие динамики от старого цветного импортного телевизора. Во многих цветных телевизорах импортного производства были динамики вот такого форм-фактора. В описании под видео я укажу описание этого динамика, его размеры. Если у вас имеются такие, можете распечатать и использовать для изготовления собственных колонок. На одной из передних частей я уже закрепил динамик. Вот так он будет крепиться. Здесь имеются такие стоечки, которым будет прикручиваться тыльная часть. Данная передняя часть будет вставляться в соединители от вентиляционной системы, которую я приобрел в строительном магазине. Стоит недорого, что-то около 50 рублей. Задняя часть будет устанавливаться с тыльной стороны, после чего эти части будут стягиваться саморезами. И колонка будет выглядеть примерно следующим образом. Я буду делать колонки на этом усилителе PAM8403. Сейчас я спаяю электронную часть схемы, после чего соберу колонки и мы перейдем к их тестированию. Спаяю пассивную колонку. Пассивная колонка готова. Осталось только ее скрутить на саморезы. Но это я сделаю потом, после того как сделаю другую. Ну а теперь можно собрать колонку, в которой будет установлен усилитель. Усилитель я буду припаивать в соответствии со схемой, которую вы сейчас видите на экране. Приступим к сборке. Усилитель припаин. Теперь можно собрать колонки и приступить к их испытанию. Для фиксации усилителя я использую двухсторонний скотч. Сейчас я сниму защитную пленочку и приклею плату усилителя к посадочному месту. Плата приклеена. Для фиксации проводов я сделал вот такие столбики, вокруг которых будут проходить провода и не будут давать им Выйти обратно. Корпус колонки можно собрать. Колонки полностью собраны. Вот так они выглядят в паре. Это просто пассивная колонка. Задние стенки прикручены саморезами. Это колонка, в которой установлен усилитель. Регулятор громкости я не устанавливал, потому что колонки предполагаются для использования в компьютере. Уровень выходного сигнала будет регулироваться с помощью уровня входного сигнала на компьютере или на планшете. Давайте испытаем колонки и посмотрим, как они звучат. Для питания колонок я буду использовать зарядник от телефона 5 вольт 1 ампер. В качестве точника звука будет айпад. Уровень громкости регулирую с помощью уровня громкости на айпаде. Запас по громкости довольно солидный, но на максимальной громкости колонки начинают хрипеть. Каких-либо особых басов в колонках нет, но звук чистый, без помех, без шума. В общем, такие получились колонки. На мой взгляд, менее колхозный вариант, чем в первом случае. Так что, кому понравились колонки, ставьте лайки. Кто хочет что-то добавить, пишите комментарии. Как всегда, все ссылки будут в описании. В описании будет архив с деталями для печати на D3D принтере, а также ссылки на детали, из которых были сделаны колонки. Всем пока, с вами был Константин.